Известная артистка Татьяна Шмыга была успешна во всем, за что бы ни взялась. За свою длинную творческую жизнь женщина успела сыграть десятки ролей в кино, театре и оперете, исполнить песни, которые знает и любит до сих пор. Она была единственной в Советском Союзе актрисой опереточного жанра, удостоившейся звания Народная артистка Советского Союза. Биография Татьяны Ивановны Шмыги началась 31 декабря 1928 года в Москве. Она родилась в семье, где ее отец Иван Артемьевич был мигрантом, поляком по национальности. Известно, что супружеская пара любила бальные танцы. Отец девочки был далек от искусства. Он работал заместителем директора на одном из московских заводов. Трудовая деятельность матери также не пересекалась с творчеством. Несмотря на это, Татьяна выросла не только интеллигентной и образованной, как ее родители, но и безоговорочно талантливой в артистическом плане. В молодости задумчивая и серьезная девушка мечтала о юридическом образовании. Несмотря на это, школьные уроки музыки и танцев показали, что у Шмыги есть творческие способности и интерес к этим видам деятельности. Мать Зинаида Григорьевна обнаружила у дочери наличие прекрасного голоса, относящегося к лирическому сопрано, поэтому предложила ей брать частные уроки вокала, способные развить талант. Татьяна с радостью согласилась. Таким образом, на смену желанию школьницы о юридической деятельности пришла мечта о карьере камерной певицы. Завершив среднее образование, Шмыга записалась на курсы в музыкальном училище при консерватории. Вскоре после этого надпособности девушки обратили внимание в комитете кинематографов и пригласили на должность солистки хора. В 1947 году Татьяну приняли в театрально-музыкальное училище имени Глазунова, в котором она отучилась 4 года. Далее девушка поступила на отделение «Музыкальная комедия» в Государственный институт театрального искусства. В будущем знаменитость поведала, что она обязана своим сценическим успехам, урокам вокала и драматической школе. Эволюция Шмыги, как певица, шла под чутким надзором таких талантливых деятелей искусства, как Иосиф Туманов, Сергей Штейн, Николай Титушин и Аркадий Вовсе. В творческой жизни будущей исполнительницы были и трудные моменты. Во время учебы на четвертом курсе Татьяна решила оставить училище из-за временной потери голоса. Но ее преподаватель Константин Михайлов, наблюдая изо дня в день, насколько талантлива студентка, сделал все для того, чтобы она не совершила роковую ошибку. Позже артистка рассказывала в интервью, что именно поддержка педагогов помогла ей идти вперед и развивать свои природные вокальные и сценические данные. Советский режиссер и актер Иосиф Туманов пригласил талантливую молодую девушку на работу в Московский театр оперетты сразу после того, как она завершила учебу в ГИТИСе. Свою дебютную роль Виолетты Татьяна исполнила в оперете Имре Кальмана под названием «Фиалка Монмартра». Коллектив артистов, с которыми сотрудничала Шмыга, обожал свою творческую деятельность и сразу принял начинающую актрису с радушием и теплом. Профессиональные способности Татьяны Ивановны проявлялись при исполнении любых персонажей и в постановке любого жанра. В 1957 году в рамках 6-го Всемирного фестиваля начинающих исполнителей Московский театр оперетты впервые показал новую комедию под названием «Поцелуй Чиниты», в котором Шмыга блестяще справилась с ролью главной женской героини. Также одной из лучших ее работ считается участие в спектакле «Цирк зажигает огни», в котором она перевоплотилась в Глорию Розетти. Несмотря на то, что театральная карьера Татьяны развивалась довольно успешно, она не раз сокрушалась из-за маленького количества классического репертуара в ее профессиональной биографии. Однако зрители по достоинству оценивали артистический талант Шмыги. Билет на все постановки с ее участием раскупали в первые дни продаж, а в зале сложно было найти свободное место. Великолепно были исполнены ею роли Анжель в «Графе Люссенбург», Адель в «Летучие мыши» и Валентина в «Веселой вдове». За свой масштабный творческий путь, в который было вложено немало трудов, Татьяна Ивановна удостоена звания «Заслуженный артист РСФСР» в 1961 году. В следующем году Шмыга впервые появилась на большом экране, исполнив эпизодическую роль французской актрисы Луизы Жермон, которая приехала на гастроли в Россию и попала в гущу войны в фильме «Гусарская баллада». На родину, Россию, мать! Я, господа, хочу сказать, во многих странах я играла, но стал мне дорог мой успех лишь здесь, у вас. Люблю вас всех! Родной мне Россия стала! Ура, Жермон! Спустя три года после этого события любители опереты с восторгом приняли премьеру музыкального спектакля «Моя прекрасная леди», основанную на пьесе «Пигмалион» ирландского драматурга Бернарда Шоу. Шмыга предстала в качестве исполнительницы главной роли по имени Элиза. Далее снова последовало участие в оперете «Фиалка Монмартра», в которой на этот раз артистка перевоплотилась в «Примадонну Нинон». Знаменитая песня «Карамболина», которую исполнила актриса, надолго стала ее фирменным номером. В том же 1969 году Татьяна Шмыга была удостоена очередного почетного звания – народной артистки Советского Союза. Знаменитость, которая превосходно сохранила великолепный голос, неповторимое женское обаяние и стройную фигуру, не переставала радовать поклонников и в преклонные годы. Личная жизнь Несмотря на то, что дети у актрисы так и не появились, ее личная жизнь сложилась так же успешно, как и профессиональная. Хотя ее первое замужество с профессором МГУ Рудольфом Борецким сложилось неудачно, из-за того, что все произошло поспешно и необдуманно, уже в 1954 году состоялась встреча Шмыги с ее второй любовью – советским певцом и режиссером Владимиром Кандалаки. Мужчина оказался не только замечательным мужем, но и незаменимым наставником артистки. Прожив с ним в браке 20 лет, женщина подала на развод, который ее второй супруг принял в штыки. Со временем страсти Кандалаки поутихли, но он так и остался один. Татьяна Ивановна обрела счастье с новым мужчиной – композитором и дирижером театра «Сатиры» Анатолием Кремером. Впервые возлюбленные встретились в 1957 году, однако взаимные чувства настигли их гораздо позже. Брак с музыкантом стал для женщины финальным и самым гармоничным. Испытав любовь в возрасте 48 лет, Шмыга осознала, что Анатолий и есть тот самый близкий по духу человек, которого она ждала всю жизнь. Вместе влюбленные прожили 35 лет. Кремер, ее супруг, рассказывал в интервью о том, что его жена очень негативно относилась к пиару и волновалась, когда печатные СМИ публиковали материалы о ее творческой личной жизни. Шмыга давала всю себя искусству и при этом даже не подозревала, где именно в их доме сложены бесчисленные дипломы, награды, звания, ордена и фотоартистки. Татьяна Ивановна являлась волевым и сильным человеком, который предпочитал не рассказывать о своих проблемах. 3 февраля 2011 года Сердце знаменитой артистки, получившей славу не только в пределах России, но и в таких странах, как США, Чехия, Бразилия, Болгария, Словения, прекратила биться. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, из-за которой актриса очень страдала в течение последнего года своей жизни. Женщине было 82 года. Татьяна Шмыга пережила ряд сложных операций, последняя из которых окончилась ампутацией ноги. Актриса пребывала в тяжелом состоянии на протяжении всех последних месяцев и проходила лечение в отделении сосудистой хирургии в Боткинской больнице. Однако уже тогда ее судьба была известна, и терапия не дала результатов. Татьяна старательно скрывала свою болезнь от всех, кроме родных, поэтому поклонники и просто прохожие на улице не могли даже помыслить о том, как физически тяжело всегда позитивной артистке. Шмыга мечтала, чтобы в памяти зрительской аудитории она оставалась привлекательной, обаятельной и талантливой, такой, как в момент танца карамболины. В последний раз женщина вышла на сцену во время юбилейного вечера, проходившего в родном ей театре оперетты. В день гибели Татьяны Ивановны телевизионные каналы показывали финальный эпизод спектакля «Джулия Ламберт», в котором она пела фразу «Пусть проходят года, не кончается жизнь никогда». Похороны артистки состояли 7 февраля 2011 года. С ней прощались в Московском театре оперетты. Могила Татьяны Шмыги располагается на Новодевичьем кладбище в Москве. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!